Я на старте, впереди вся карта, путь не гладкий, это то, что надо, наша эльдората, камера и карта, мы три, это наша карта. Батарал и Насрея, вот этот человек принял. Спасибо тебе большое, что ты нас принял так поздно. Тебе всего хорошего, пускай в твоей жизни все, что ты мечтаешь, исполнится. Ну а мы едем дальше. Всем привет, друзья. Мы, короче, с Коляном поймали первую машину, и тут дядь Гия везет нас в настоящий грузинский грузин. Едем мы, получается, с Атрау в город Астрахань, такие дела. В прохладе едем. Вокруг вода. Да, вокруг вода. Море, можно сказать. Да, кстати, на горизонте не видно ничего. Мы, короче, где-то между Атрау и границей России. 55 км от Атрау. Сколько? 55 км. Всего лишь 55 км. А могли бы больше, если бы в Казахстане были нормальные дороги. Но, увы. Моя жизнь дорога, не ищи меня дома. На каждом шагу свой драйв и свобода вокруг меня новый дивный мир. Не важно, сколько предстоит пройти. Как вам ощущения? Путешествие на выживание, борьбе, исполняя тут желание и вмиг. Ощущаешь ты страдания, да, ты преодолеешь испытания. Сегодня будет свадь? Да. Сегодня кто-то будет. Юфи, салам алейкум, делать. А там еще в первой машине черной, смотрите, в багажнике есть оператор сидит. Талян, дальний обойщик. Знакомьтесь. Осваивают новую профессию. Эстонии приходится делать, чтобы выжить. А мы сейчас проедем еще метров 50. И все. Сиди за дорогой. Правильно. Нажимай еще раз. Да. Ты можешь, я правду, я делаю, чтобы выжить. А мы двигаемся еще. Италия, ну, на роль дальнобойщика. Минус 50 метров пути. Этаж 100. Вон там, кстати. Уже береница. На дальнее еще. Сами видели, сколько машин. Мне нравится. Что-то планирование. Вперед дальнобой. Что-то планирование. Вперед дальнобой. А что, сидишь? Поражешь, будешь? Общаешься. На вот такие вот виды смотришь. Сутками в очередях стоишь. Что-то больше 13 часов стоим на границе. Точнее, меж границы не Казахстана и России. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но... Но даже сейчас не 50-е, а 70-е, не стоит. Сейчас мы проехали по гранции. То, что там меняются походы. Но я думаю, что там поменяется. Быстрее пойдем. Если так все хорошо пойдет, я думаю, часам 5 вечера мы уже будем. Пройдем границу России. Конечно, план рушится. Но ничего. Успеем. Прикольно. Должен успеть. День не успеем, сократим. Должен. Только не целую эту малышку. Все по плану, даже есть не план, это хаос. Перепрыгну в границы, прошел сотни трасс. Выхожу на трассу, ловлю дикий кайф. Мэтт 3, this is my life. Сквозь пустыню, споры через все границы. Два парня пройдут, две свободные птицы. Сет фар в ночи, моя противодная нить. Не важно, как главное, не по течению плыть. Мэтт 3, путешествие на выживание. Бэй, бэй, исполняю тут желания. И вмиг, ощущаешь ты страдания. Да, ты преодолеешь испытания. Меня зовут дороги, зовут вершины. Зовут леса, города и горелые шины. Смотрю на небо, в нем моя звезда. Помню, что дома ждет моя семья. Только ради таких моментов стоит жить. Каждый шаг, это мой личный ритм. Я иду вперед, для меня нет пути назад. Мэтт 3, моя жизнь, это мой клад. Мэтт 3, путешествие на выживание. Бэй, бэй, исполняю тут желания. И вмиг, ощущаешь ты страдания. Да, ты преодолеешь испытания. Мэтт 3. Бэй, бэй. Мэтт 3, моя жизнь, это мой клад. Мэтт 3, моя жизнь, это мой клад. И вмиг ощущаешь ты страданья, так ты преодолеешь испытания. Мэтр, ты будешь счастливее на выживание, исполняю тут желания. Ты ощущаешь ты страданья, так ты преодолеешь испытания. Короче, если вы можете наблюдать, время сейчас. Так, 85, а за окном 39 градусов уже, а мы все так же стоим. Он походу начал уставать. Здесь колясик, ну посмотри сюда, уставшими глазами. Посмотрит, не посмотрит, давайте помашем ему, не хочет смотреть. Вот такая вот погода. И даже он начал осваивать вождение, пока присматривается к рулю. Я ему говорю, поедем в Америку работать с дальнобойщиками. Он говорит, да, поедем. Мы стоим на казахстанской границе выезд. Перед нами можете видеть закрытый шлагбаум. Туда машина уезжает куда-то и туда. Гео наш водитель говорит, что мы проедем туда, прямо. Без проблем, говорит. Раньше было, что пассажирам нельзя переезжать, а сейчас нам говорят, что пешком нельзя проходить. конечно, странно, но ладно. А вон там можно видеть, кто машины досматривает. Вон там вот. Сейчас попробую показать вам. Вон там. Смотрите, два беженца на границе. Почему два? Да, три даже. Короче, мы прошли границу. Странно, но очень странно. Сейчас мы проезжаем реку. И там нас ждет очередь. Не знаю, вы видите, нет, насколько здесь ужасно комаров много. И мы подъехали к России. Тут, короче, у нас пропускной бомб. Это российская граница. Та самая граница, которая нас сутки держала. Вот мы и прошли казахстанско-русскую границу. Ну, всего ничего, чуть больше 14 часов мы пробыли. Нет, больше 14. Вот. Сейчас мы выехали и направляемся в сторону Кривого Рога. Или какой он там Рог? Астрахань. И там будет дальше Астрахань. Астрахань, жди нас. Мы к тебе едем. Николай, счастливый. Дядя Гия наш путеводитель. Моя три путешественные на выживание. Блэд Бирт исполняет тут желание. И вмиг ощущаешь ты страдания. Да, ты преодолеешь испытания. Это, получается, подъемный мост. Значит, здесь корабли ходят. Вон буйки стоят. Это не тот мост. Ходят корабли. Только они такие большие. Вот этот большой мост сейчас я тебе покажу. Мост для поездов был. Сейчас попробуем. Моя три путешественные на выживание. Блэд Бирт исполняет тут желание. И вмиг ощущаешь ты страдания. Да, ты преодолеешь испытания. Блэд Бирт, Блэд Бирт, this is my life. Представьте, дайте вам грузины. Чтобы нормально ознакомиться с грузином. Вам нужна машина. И как минимум неделя. Что посматривает сигнаги, Варция, Дилати, это в Украинске, и Бачары, Батуми, предпосходим. Что посматривает вам, видимо, надо собственная машина и неделя времени. Сванете, надо еще съездить обязательно. В общем, Сванете, это в высоком горах. Короче, я вам сейчас скажу, вы должны гугл посмотреть, оптимальные туристические карты там есть, маршруты туристические. Одна дневная, двухдневная, трехдневная и так далее. Понимаете? Что я хочу сказать этим? Вы можете просто-напросто там заплатить 2 лари, где-то на сколько вы видите, на меньше чем 1 доллар, и купить карту какую-нибудь. Понимаете? А там все уже оставлено. где вы должны переночевать, где вы должны ставить палатку и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это физическая карта, бумажная? Или электронная? Электронная, какая-то, конечно. Электронная карта. Я все больше и больше хочу приезжать. Почему? Ребята, вы за один-два дня пешком, автостопом, грузин и ознакомитесь. Это просто невозможно. Понимаете? Как-никак. Это страна, нормальная страна. Так как я грузин, я вам предлагаю просто оптимальные маршруты нарисовать, после чего надо что смотреть, и куда ездить, куда ночевать, и так далее, и так далее. Вот это можно купить, зайти в аппликацию, купить, и там будет. Оно недорого, меньше, чем доллар стоит. А машину в аренду можно взять? Конечно. С нашими, да? Да, можно. А я права не брал. Никаких проблем нет. Но права надо. Права смешные. Когда машину берешь в аренду, вот тогда надо показать права. А так грузин права не обязательно иметь с собой. А если электронные не пойдут? Электронные машины в аренду не надо. А почему вы оставили этого дома? Мы не думали, что будем. Ребята, вот в Грузию надо с себя вместе приехать. Это на две недели остаться и по всей Грузии отъехать. Желательно это осень, когда виноград собирают. А это какой рис? Это конец августа после 25-го до 15-го сентября. Это называется бархатный сезон. И там конфеты, в общем, и море, и горы. И там слишком холодно, и там слишком жарко нет. В общем, самый оптимальный период. Жена, готовься, едем в Грузию. Ты с нами? Ну, в Астрахань, кстати. Астрахань! Ура! Астрахань! Неужели мы добрались? Колян, как твои ощущения? Прикольно. Зелено, свежо. Вот ты добрался до Астрахани. Еще не добрались. Как не добрались? Мы уже в Астрахани. Ты уже в Астрахани? Да. А мы еще не в городе. Почему? В Астрахани, мы в городе. Это в черте города это все сейчас. Вот город. Правда, промзона, но это город. Мы сейчас развернемся на мост и перейдем, да. На право, да? На старый город, да. Ага. Мы, короче, в Астрахани. Нам надо пройти 7 километров. И смотрите, какое потрясающее здание здесь. Довольно-таки красивое. У нас за спиной по 40 килограмм. И настроение как у Николай. Как все нормально? В тушении, так сказать. Да, мы направляемся сейчас к Марку. Домой. Где мы будем останавливаться. Вот. Ждите. Будет что-то интересное. Надеюсь. В путешествии Николай решил, короче, почистить свою карму. И задонатил бабушке 5 рублей. Вот. Тем самым, говорит, может быть у нас дорога будет легче, лучше. Да. Да. Давать ценам, а мы будем давать ценам лучше. Да. Ну, благотворительность иногда нужна. Кстати, сразу кажется, больно, как прошла. А мы сейчас идем по Астрахани в сторону центра. И посмотрим, что будет. Можно будет вам показать. Что будет. Что будет. Короче, ребята. Мы все идем по Астрахани. И у нас закончилась вода. Где-то час назад. И у нас во рту все пересохло. Даже сложно дышать. Не знаю. Остатки слюней глотаешь. Жарко. Режет. Сейчас мы будем, Николай, включать с тобой все обаяние наше. И попрошайничать воды. Короче, постараемся это заснять. Если что, если у вас есть сердце, помогите. Колясик добыл воды. Выпросил в детском мини-центре. Герой наш, спаситель. Дальний. Да. За отвагу. За мужество. Да, да, да. Переборол свой страх, да? Да. Короче, мы сделали вывод. Сейчас, идя с Николаем по Астрахани, эти русские все на одно лицо. Вы скиньте. Короче, ребята, мы в Астрахани. Марк, который нас приютил. Бомжей. Да. Который сам бомж. Почему бомж? Там такая хата, блин, что не бомж. Короче, Марк, на. Дэнди запустил. Народ, они теперь не уедут. Мы, короче, решили никуда не ехать. Мы будем сначала играть в Дэнди. Потом будем играть... Что это? Кто скажет? Ну зачем ты им подсказываешь? Вообще жесть. Все. I'm happy. Всем привет. Я лежу в ванной. Не знаю, удастся мне еще когда-нибудь полежать в ванной. Но я имею в виду про дорогу. Но я воспользовался моментом и решил полежать. Вот так вот. Напиши в комментариях, если ты смотришь мое видео. Наше видео из ванной. Вот такие дела. Это Астраханветка. Короче, второй день. Мы легли спать. Мы можем вытянуться. Да, Колян? Да, наконец-то. Как я давно мечтал. Что-то мягкое, не шумно. Не проезжает рядом, не пикает. Не светит фарами. Глаза. И ты не... Рация не орет. Рация не орет. И можно вот так вот лечь, вытянуть ноги. Не на кресле спать. Надо боком спить. Давайте, спокойной ночи вам. Опасный лечить доброе утро. Это у нас третий день. Два, три, два, утро. На третий день начался третий день. Сегодня мы походим немножко по Астрахани. И, наверное, вечером мы выдвинемся в путь уже. У нас путь немного меняется. То есть, изначально мы планировали, оказывается, неправильно. А сейчас мы будем идти по другому пути. Ну, это все, да. Так что попозже мы вам покажем город Астрахань. Туда, куда можно зайти бесплатно, мы зайдем. Да? Да. Обязательно. Ну, и там дальше. Куда можно зайти не бесплатно. Попробуем зайти бесплатно. Включим свою харизму. Ну, а эти... Как? Кто? Бледнолицые, наверное, не разрешат. Ну, посмотрим. Черкоглазые. Широкоглазые, да. Бледнолицые. Давайте. Нам приятного аппетита. Вот такое вот прикольное место мы нашли. Улица Урицкого. А сейчас мы находимся на набережной города Астрахани. И здесь находится замечательный памятник. Вот такой вот. Дама с собачкой. Мы с Николаем взяли мороженки. Спасибо вам, что задонатили. Могу сказать одно, что в такую жару мороженое прям... Это как нектар. Это как дар свыше. Да. Это просто кайф. Внутри все. С каждым укусом ты чувствуешь, как у тебя внутри вот так брурук. Холодочек. Надеюсь, это не скажется губительно на нашем здоровье. Да пофиг вообще. Это же на выживание. Вот. Моя жизнь дорога. Не ищи меня дома. На каждом шагу свой драйв и свобода. Вокруг меня новый дивный мир. Не важно, сколько предстоит пройти. Мэтты. Путешествия на выживание. В борьбе. Исполняю тут желания. И вмиг. Ощущаешь ты страдания. Да. Ты преодолеешь испытания. Все по плану. Даже если план это хаос. Там еще один фраз. Музыка. 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 Ну короче здесь на территории Кремля встретили парней. И у них добра. Вы прям играете на ней? Конечно. А можете что-нибудь сделать? Играем. Серега. Блин, спасибо. Так приятно услышать в России Дамбру. вот такой вот получается не прыгай братан там грязно до рыбки видно да но вода грязную че мы короче решились я говорю николай давай вон туда проберемся прикинув функцию короче мы хотим туда пробраться точнее не пробраться туда попасть до колен пойдем туда чем бы дитя не тешилось главное чтоб дитя не вешалось моя жизнь дорога не ищи меня дома на каждом шагу свой драйв и свобода вокруг меня новый дивный мир не важно сколько предстоит пройти мэтты путешествуя на выживание борьбы исполняют желания и вмиг ощущаешь ты страдания да ты преодолеешь испытания все по плану даже если план это хаос ты прыгнул до ниц и прошел сотни трасс выхожу на трассу ловлю дикий кайф мэтты this is my life сквозь пустыню поры через все границы два парня пройдут две свободные птицы сет фар в ночи моя противодная нить не важно как главное не по течению плыть мэтты путешествуя на выживание борьбы исполняют желания и вмиг ощущаешь ты страдания да ты преодолеешь испытания меня зовут дороги зовут вершины зовут леса города и горелые шины смотрю на небо в нем моя звезда помню что дома ждет моя семья только ради таких моментов стоит жить каждый шаг это мой личный я иду вперед для меня нет пути назад my trip моя жизнь это мой клад и короче тут встретили чуваков они защитили сегодня дипломы стали парень и вы теперь будете ходить в плавание и примерно через сколько такое время блин классно так смотрите можно получить пройти курсы матроса либо мотористы и пойти работать на проходы на это такие низшие должности либо можно отучиться вот как мы допустим в каспийском институте либо вы к мрпк на механика судоводителя судоэлектрика и просто понимать по должности ну в любом случае надо будет начать с практикантов чтобы допустим мне я хочу пересечь океан и чтобы мне это быстро обучиться и устроиться на карабану для начала вам нужно будет пройти практику двухмесячную должности практикантов вы хотите как повысить эти документы то уже 8 месяцев то есть я уже могу устроиться ну вы можете практикантами хотите работать анатолий принялся за дело надеюсь всем видно что там написано сигнал сигнал давай активнее поактивнее давай как ваше ощущение чувствуете себя бомжом скоро почувствуете мая ты путешествие на выживание бэдбит исполняет тут желания и миг ощущаешь ты страдания так ты преодолеешь испытания мая ты бэдбит путешествие на выживание ты Мэд 3 исполняет желания И в миг ощущаешь ты страдания, да ты преодолеешь испытания Мэд 3 Будешь счастливе на выживание Исполняет желания Мэд 3 Ощущаешь ты страдания, да ты преодолеешь испытания как это село называется интересно а сергеевка мы уже на селе сергеевка проехали где-то километров 20 предыдущей точке 20 метров и будем ловить теперь еще одну машину очень надеемся что они ходят корабли да это джейка это за река ладно потом посмотрим скажем мы короче сейчас едим в автобусе автобусник остановился как раз едет хасовер сказал ребята навезу возникал конечно поле что надеемся до утра доберемся так что ждите скоро будут видео рад коля а так чем помочь подсобить сейчас просто мир я не знаю мне кажется потихонечку все вот смотришь там где-то что-то здесь где-то что-то нелепости какие-то еще что-то еще что-то ну для себя то ладно для себя уже не мало повидал тоже так вот на семью за детей да потом не хочется соживлять ну давайте мы вас отвезем кирпен пойдете на крепость нашу на рынка лу знаменитую потом спуститесь на море скупается оттуда уже до владика это же терпен баку одна трасса она вообще там вот так едешь и едешь ты более там немного 400 км казахстан же напротив получается как-никак 5000 лет даже может быть еще позже да там раскопки находят вообще еще чуть ли не 6-7 тысяч лет назад но об этом умалкивается у меня нет допустим 20 месяцев на автобусе возможности даже вот так вот как у вас поехать попу что-то времени это возможности в общем все религии Божьи, они в религии мира, это уже человек носит свою лепту. Религия была создана для людей, чтобы человек оставался человеком, понимаете, человек, но когда он пищу употребляет, тем самым организм его живет, воду употребляет, организм его живет. И также душа, душа должна питаться. И чем питается? Только религии. Душа питается религией. Нету религии, нету души, мертвая душа. Вот там вот в сторону Хасаюрта и все, вот от Хасаюрта в сторону Чечни. Вот там больше ничего нету. Там Чечня, Ингушетия. И пошел потом Кабарда, Нальчик, точнее Владикавказ, Нальчик. Ну а во Владикавказ там идете. Все. Вот нашествие саранчи. Один год этой саранчи было столько, что из-за нее ДТП. Фура перевернулась. Она на дороге, короче, ее раскатали. А он тормоза нажал и его вот так, короче. Такая ваня была серьезная. Все равно вот эта фитра, она тянет вот в природе, в земле. Вот у меня, в частности, как горца, гора. Вот туда, куда-то, от городов подальше от этого суеты. От этого не нужно вообще делать. От этого всего. На самом деле, там просто перезагрузка происходит. Ты всю дорогу грузишься, а там перезагрузка происходит. Там, друзья мои, что подмерзаем, я могу убавить немножко. Убавить? Нет, нет. Там, если вдруг снег пойдет сзади, там касается, я могу убавить этот самый оборот. Вы только скажите. Короче, мы пересекли еще одну границу республики и Калмыкия, и Дагестана. Вот. Но мы все еще в России. Вон тот автобус. И вот этот вот... Наш интервью сразу водителя возьмет. Вот этот вот водитель, который руки моет, любезно подвез нас. И... Классный мужик вообще. С ним так хорошо общаем. Позже выложим его истории. Очень интересный, мудрый. Всем доброй ночи, хорошего сна. Мы поехали дальше. По ангурошке давай. Давай на манку. Да? Манку. Банку или манку. Картошку? Блин, братан. Давай я иду на последний. КАБА. Дальше. Маленькую дай, Почти. Большую растать. Маленькую, да. Занекли. и нож. Продолжение следует... 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 Да, сейчас, да? Да, сейчас, поднимите А по таможне увидите Грузийскую таможню Там уже свободно можно Там пешим можно пройти? Да От российской таможни до грузийского Там где-то полтора-два километра Дорога чисто северпортим Начало северпортим 150 метров Сюда надо заехать Как-то обязательно И сучиться хорошо А уже это Либо на машине своей не спутилась Надо будет придумать Как сюда приехать Господа, просто Мы не можем передать всего Того кайфа Что мы испытываем сейчас Едет здесь Посмотрите какая красота Просто Эти гуры, леса Здесь зимой вообще, блядь Холодно зимой у вас? Был? Замень Нет, не было Нет, уже такой зимы не бывает А вот при советской власти Снег вот так Здесь 15 сантиметров И то за неделю уже нет И советские власти, блядь Так, блядь, снег даст, блядь А сейчас нет такой Климат поменялся с ним Та, блядь Замень Естественно Та, блядь Вон, блядь И отбил Та, блядь Ребята Зацените какая красота Владикавказ Где-то 20 километров Мы проехали где-то за полчаса грузинскую границу Пока мы проходили границу, начался дождь Вот такой ливень, как вчера Мы можем наблюдать красивейшие пейзажи Мы проехали где-то за полчаса грузинской границей Мы проехали где-то за полчаса грузинской границей А вы знаете где рай на земле? А рай на земле это Грузия Вы только посмотрите на эти виды На эти зеленые горы А теперь смотрите Мы ехали короче И камень с дырой отлетел Да, кстати Чуть не пробил свою коляпу Так что езжайте лучше на бронированной машине Потому что горные хребты Перевалы Частенько сыпятся камни И по дороге мы ехали Прям очень много камней было на дороге Где-то оползни даже Мы еще попали как раз в самый ливень и самый дождь Ваши впечатления, Наталья? Все круто, я рад Правда, долго стояли на границе Перед границей ловили машину где-то час Потом вот водитель любезно согласился по гостинице Когда мы находимся в Турции И ощущение просто волны Грузии Ой, Грузии Ощущение просто волны Потому что у нас до Курцы осталось совсем немного Но здесь просто 50 же обалдельный Я прям хочусь И с удовольствием Будем в этом районе жить Поехали Поехали Все, поехали А вот, собственно, непосредственно прилета камешков Мы настолько высоко, что здесь даже снег не растаял еще Поехали Здесь всего грязный снег Видно Продолжение следует... 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 Короче, мы добрались до города Батуми, сейчас будем купаться, а сейчас будем смотреть, зацените какие виды, просто прелестные. Даже большой корабль увидели, ты счастлив, брат? Сейчас я скупаюсь, буду счастлив. Давно не мылся, да, два дня, скоро, сейчас мы найдем пляж, где можем разместить палатку и будем купаться. Какое классное здание, зацените, просто прямо напротив берега, вот такая красота. А еще фуникулеры. Ну а мы пойдем искать пляж, продолжение следует. Прекрасные виды. И как всегда можно услышать русские голоса. Юра, а ну вернись. Ха-ха-ха-ха. Обзор не на последнюю лодку. Или корабль. Короче, какое-то железное ветро. Там еще есть. рыбаки рыбачат добывают себе пропитание два огромнейших флага мы короче на этом же пляжу решили поставить палатку николай сейчас достается вот да но вообще замечательно мы тут встретили парня с челябинска тоже стоит этот путешественник и там еще какая-то палатка стоит у короче у нас вот такой вот вид будет здесь такое и попозже пойдем купаться на пляж ничего сказать николай ты рад понятно все понятно а я уже рад мне пофиг что происходит главное есть море хороший друг остальное ерунда прорвемся николай там стелет нам чтобы было мягко воздух влажный относительно тепло градусов 25 26 может быть до 30 градусов не жарко сегодня дождик шел вот такие дела не успели мы отойти далеко такие пейзажи колесо обозрения сейчас увеличу вон там летают на парашютах надеюсь у нас тоже получится хотя вряд ли у нас денег нет ну короче с павлом идем павел знает где халявный интернет вот он сейчас нам покажет а пока мы идем вот по таким местам уже недалеко от места наши дислокации барбер клауд потом your place hotel вот если кому-то нужен будет бесплатный вай-фай пожалуйста милости просим а я иду скачивать приложение для дрона чтобы позапускать его поснимать желтом это павел спереди еще какие-то русские но тут их очень много на кстати везде вот такая вот большинство местах такая дорога идет всем привет ребята короче находимся в батуми до этого были тбилиси сегодня приехали вчера я очень сильно перенервничал забыл видео записать прям по горячим следам сейчас расскажу как есть я вчера потерял документы ну то есть барсетку с паспортом с деньгами не совсем таки опомнился только тогда когда мы прошли где-то ну около километра от этого места может быть меньше может больше и не помню и я понял что у меня нету собой барсетки и у меня началась такая жесткая паника просто не знаю что делать николаю говорю давай брат оставайся здесь смотри за вещами я пойду искать по горячим следам может быть найду шел очень долго смотрел по углам везде а до этого мы зашли в магазин купили хлеба купили воды вот но при этом рюкзаке оставались и на улице потом мы пришли одели и пошли дальше короче дошел я до того места где мы надевали рюкзаки и смотрю на лавочке нету и у меня уже паника и тогда я вспомнил про бога как ни странно но я помолился коротко так своими словами и не поверите я посмотрел под лавочку а там лежала моя барсетка там лежала кофта черная кофта но мы уходили оттуда я помню что что там ничего не было я поднимаю кофту а там под кофтой моя барсетка лежит и вы не представляете какой груз души у меня упал я наверное на бороде еще больше посидел потому что она просто это ну я бы не выбрался не знаю сколько бы времени находился бы здесь друзей пока вы я доказал что я потерял и все такое пока бы искали пока посольство нашел бы это бы заняло много времени вот такие дела рассказываю сейчас потому что у меня сейчас появился интернет и я думаю дай-ка запишу пусть не по горячим следам но такую историю вот сейчас мы находимся в батуми сзади меня можно видеть колесо обозрения там еще башни много красивых смотрите больше видео на канале попытался сделать стрим не могу подключиться потому что очень-очень много видео загружается не знаю сколько времени здесь просижу николай уже спит в палатке на берегу черного моря а я тут подключился к вайфаю и сижу так сказать записывая и заливая видосики всем кто ложится спать спокойного сна те кто просыпается доброе утро те кто пьет кофе и кушает приятного аппетита ну и всем хорошего дня хорошей ночи и наши подписчики самые лучшие некоторые из них нам помогли деньгами за что отдельное спасибо мы можем купить себе хлеб воды у нас провизия уже заканчивается наверно завтра мы последний раз покушаем и все и на этом у нас денег не денег нету и провизии тоже нету ну на крайний случай будем попрошайничать ну и попробуем записать вам прогулку по батуми всем хорошего дня и ночи мы тут с николаем гуляем по набережной батуми цените как все тут красиво там колесо там большой ресторан там корабль это называется фонтан чачи когда его запустили там с белых труб лилась чачи и каждый желающий мог бесплатно выпить это речной вокзал там флаг грузинской грузинский флаг и грузинский морской флаг такая вот обережная красненькая это колян припарковал всем привет привет мы гуляем по вечернему вот батуми у меня уже в голове в голове путается название городов сколько мы посетили и долги прикольные собаки везде они не кидаются вся грузия это собачьи собачьи рай действительно вся грузия вот и мы все тоже в раю находимся мы немного загорели как вы можете видеть по нашим лицам красным да николай мы купались на черном море сегодня мы еще будем купаться сейчас чуть-чуть солнце спустится я пойду купаться не знаю как он видите мы без рюкзаков мы собрали палатку поставили ее на берегу и она стоит уже второе вторые сутки мы вот так периодически гуляем все вставляем там никто ничего не трогает слава богу сейчас мы замечательно покушали нас угостили вот и что могу сказать такая сторона мы должны вернуться обратно сюда до 26 мы должны попасть сюда потому что будет играть грузия с турцией не не струйте с португалия грузия с португалии а мы болеем за грузию грузия one love точно действительно короче у нас произошла такая ситуация то кто смотрел видео раньше которые мы выкладывали мы ехали с одним человеком с казахстана в россию его зовут гиви геа сори геа вот и сейчас пока мы смотрим футбол кушали нам подошел мужчина разговорились и вот и оказалось что он сосед этого геа и он тоже дальнобойщик и он предложил говорит если вы завтра успеете до часу дня до трапзона добраться там стоит моя машина и вы можете со мной добраться до стамбула вот а до стамбула отсюда 1200 километров если повезет то мы вообще с удовольствием поедем и сделаем много хороших видео также мы грузим в наши инстаграм и и к нему в инстаграм и ко мне в инстаграм фоточки я не любитель инстаграма я любитель ютуба поэтому я записываю и выкладываю все в youtube нико записывает и выкладывает все в инстаграм вот фото это выкладывает такие его дела казалось бы да такой огромный мир столько много разных людей а вот так вот встречаешься всем привет мы находимся в турции город трапзон находимся недалеко от трассы рядом с пляжем как сказать пляж вообще-то здесь промысловая зона я же как такового нет там искал но факт в том что мы рядом с морем сегодня мы подвели такую небольшую статистику для всех вас чтобы было так скажем интересно не понимать что мы правильно прошли мы будем один факт я буду читать один факт николай итак сегодня 23 июня 1846 по времени трапзона и мы прошли 150 километров пешком и проехали автостоп с пересадочкой 1837 километров спуском да чуть больше мы так посчитали в среднем но шаги мы посчитали по ходомер на сегодняшний день мы познакомились 67 людьми очень прекрасные люди большинство из них много нам помогли подсказали делом и финансами и разговорами хорошим и потратили около 3000 рублей в основном наверное самая основная трата бывает покупать карту еще рублей сразу минусы также мы ответили на более 50 комментариев за все это время пока у нас был интернет и когда мы время от времени подключались и мы старались отвечать вам на комментарии мы выложили около 50 видео не около даже ровно 50 видео мы выложили и это число еще будет увеличиваться с каждым днем надеюсь да также сделано фото и видео больше чем на 500 гигабайт представляете 500 гигов мы еще домой приедем еще будем выкладывать это все да просто у нас здесь нет интернета и часть у нас информации на компьютере и и порой нам просто нет времени выкладывать потому что мы в пути и все такое нам негде заряжаться да и нам негде заряжаться вот сегодня буквально я сидел несколько часов ждал пока подзарядиться пауэрбанк и телефоны чтобы не зарядить и все это кстати рядом с нами аэропорт можете слышать так что вечером ночью будет очень шумно здесь раз там аэропорт буквально в километрах трех от нас и мы можем видеть как самолеты садятся но это прикольно давай дальше вся эта светильная я уже засматриваюсь на мои ляшки блять чтобы откусить я уже это прячу их так на сегодняшний день мы потратили один баллон газа осталось у нас три штуки мы я думаю что нам хватит этого теперь будем добывать еду если только ваше сердце не сжалится и не скинет нам пару тысяч чтобы мы могли купить в долларах да если возможно кидайте в долларах пару тысяч мы не откажемся здесь не знаю что такое тенге просто да и нам наши тенге это оказывается такая мелочь в странах ближайшего зарубежья мы побыли два дня в гостях из всего протяженного мы пробыли два дня в гостях то есть поспали на нормальной кровати помылись 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 это сказать постирались в четырех стенах не в палатке вот так же мы провели пять ночей сегодня будет шестая ночь в палатке ну скажем так что в палатке есть свои плюсы тоже ты на природе вокруг тебя прекрасный пейзаж да ты можешь наслаждаться этим не считая отсутствия розеток да и кровать настроение у нас уже все абсолютный ноль всем привет 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 начальники всем привет мы в Турции можно доказательства этого я попробую флаг снять не знаю ну чуть-чуть видно вот такое вот место здесь вот красса с той стороны аэропорт там где-то вдали а вот мы спрятались отжали место у лукашей месси колям пришел говорит ну-ка быстренько все свалили отсюда здесь будут туристы сегодня никаких бомжей я лукашей я лукашей сегодня мы бомжим это наша точка и мы будем ее доить вот когда-то я уже по этому мосту ехал сейчас покажу я вам его точнее не ехал а он строился когда-то когда я здесь был уже сколько лет прошло вот такие вот природы пейзажи не знаю как кому но мне нравится путешествие потому почему противоречит противоречит не мне нравится путешествие ну я ною но блин но в общем то мне нравится давайте всем хорошего дня Не забываем про лайки, комментарии Донаты Мы вас любим Пока Короче, идет второй день Мы находимся все том же в Турции Никак не можем Продвинуться ни вперед, ни назад Зависли в городе Колян сегодня Кафе Расскажи, как ты это сделал Я зашел в СТОшку Набрать воды Набираю, и пацанчик стоит Две-три, мне такой Кафе, кофе, кофе Я говорю, что за фигня, что за кофе Говорю ему, пожалуйста, скажи английский Он такой, это английский Кафе Еще минуту где-то думаю Все слова формулирую Похожий такой, кофе Он такой, да, кофе, короче Раз набрали кофе Я еще говорю, my friend Там на пляже тоже Можно ему тоже Раз набрали нам бутылочку кофе Сейчас будем пробовать Теперь Со Старбакса Со Старбакса? Да Сережа Да Сейчас мы будем пробовать кофе Это первая вылазка Самостоятельная Николая Довольно-таки успешная Молодец Меня прям радует то, что Ага, кофе нет Суга Да, у меня нет Суга Короче, это самостоятельная Первая вылазка Николая Вот И он Довольно-таки Успешно Набрал водички Принес кофе Заобщался с людьми Прям радует Ты сюда бутылочку тоже сразу закидай Вот Сейчас мы подождем еще пару часиков Отдохнем в нашей И мы уже начали вещи собирать Раскладываться Вот И будем думать, как двигаться дальше В сторону границы Всем хорошего дня Николай Как вам? Сейчас, подожди Да, я перейду, что посмотрю Мерхава Мерхава это привет Здравствуйте Короче, всем хорошего дня Давайте Подожди Ну, что ты так Вернися До спектинга До спектинга Всем, короче, до свидания Мы будем думать, как дальше делать Устали Ужасно У меня уже настроение упало Я ничего не хочу Я хочу домой Вот Николай меня подбадривает Давай, говорит Давай, хотя бы в Батуми покупаемся Попадать Да, давай, говорит Хотя бы в Батуми еще потусим Футбол посмотрим 26-го числа Будет футбол В Грузии Играть будем Сердцем Надеюсь, что-нибудь Нам перепадет Если они выиграют Всем хорошего дня Мы, короче, зашли Благодаря нашему подписчику Мы можем позволить себе Один донер в Турции Дяденька готовит сейчас Для нас Николай все-таки добился своего Попробуем Насколько вкусно Донер А, ну-ну-ну Кисек, кисек Я Пробуем, короче, болтать На русском Английском И турецком Они не понимают Снимаем реакцию Коляна Как он кушает Турецкий донер Чай у нас сначала развернутся Распаковка Распаковка Скажи, что на второзе вкуснее? Нет? Здесь прямо Полезный он какой-то Это полезный Это разечество Вот так он выглядит Распаковка Я уже, конечно, откусил А когда мы сняли Тут интересно Соусы прикольные Лепешки вкуснее, чем кажется Очень сочно Очень сочно, да? Хоть и мало всего Соуса, но сочно Прямо Лепешки не сухие Да Ну Четыре из жизни Моя цель Четыре лайкоса Из 10 Всем привет Камарджога Как говорится Мы наконец в Грузии Толян очень просто Сюда попала Я с трудом Подошли к паспортному контролю Его прям 5 секунд И отпустили Он дальше пошел А меня Сначала Сначала мужик спрашивает Куда я? Я говорю Я в Россию То есть Грузию Он такой Думай, думай, думай Подождал другого полицейского Тот взял мой паспорт Что-то тоже Крутит его Смотрит Проверяет Взяли Сфотографировали Мой рюкзак Сфотографировали Мой паспорт Меня сфотографировали Не знаю Зачем Я уже думаю Блин, что за фигня Что я нарушил Где я на косячу Где я попался Сейчас возьму Тут прям наручники Скуют Я буду сидеть В грозинской тюрьме Пить вино домашнее Кушать Подожди тут Потом его минут через пять Все-таки Принесли К паспортному Контролю Кто-то опять Повертел Посмотрел Между собой Что-то там Обсудили На своем Для меня непонятном Подозвали 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 меня Опять Стойким Камере Уже стою Опять проверили Потом Мужик С таким Крутом Прям Эту печать Такой И я Транс Облегчение Наконец-то Я не знаю Что мы делали Если Отклонили въезд Грузию Причем Мы заезжали Сюда С российской Стороны Там Две секунды Нам поставили Даже ничего Не проверяли Не смотрели Не спрашивали А тут Прям Такое Неожиданно Нежданчик Такой Ну и Когда Вышли Наконец В Грузию Первая мысль Это была То, что У нас Нету Страховки Уже Все Разрочилось Сразу Взяли Открыли Страховку По новой Нашли Как Открытый Wi-Fi И то С трудом Грузил Наверное Минут Двадцать Мы пытались Загрузить Страницы Оплатить Это все Пройти Верификацию На робота На человека Вернее Но Все Получилось Надеюсь Дальше Трудностей Не будет Я еще Добавлю Короче Мы когда Переходили Первый раз Сюда С российской Стороны Парень Сказал Что У него Бывает Такое Что Грузинская Сторона Может Не Одобрить Визу И Из-за этого Короче Ну Могут Просто Развернуть И все И когда Я прошел Колян Там Позади Стоял Я такой Блин Как Как же Это Жаль Если Он Не Пройдет Мне Придется Возвращаться Опять Короче Придумывать Путь Как Вернуться В Казахстан И все Такое Но Слава Богу Все Произошло Очень Таки Довольно Таки Быстро Его Пропустили И Сейчас Мы На Хоризинской Стороне Вот Такая Вот Такой Вот У них Как Это Называется Таможенный Контроль Вот Так что Те Веду Что Возможно Вас Могут И Развернуть Всем Хорошего Вечера Спокойной Ночи Надеюсь Скоро Выйдем На Связь Что Может Лучше Человек Два Часа Ночи Сидеть На Сон Ждать Утро На Границе Чтобы Сесть Ваш За Который Нужно Заплатить Сотни Раз Меньше Чем За Такси Которое Тут Придор Да За Том Вместо 40 Ларри Отдать 2 Ларри Что Может Будь Ларри Романтик Ебать Вот Мы Простояли Короче Прождали Автобус Наступило Утро Прошло 6 часов Сил Вообще Никаких Нету Да Я Спать Хочу Я Чуть Поспал Вы Наверное В шерцах Видели А он Нет Сейчас Едем Батуми Высыпаться На пляжу В палатке Горизонтально До До ночи А потом Всю ночь Тусить Будем Купаться Давайте Хороший Водя На пустом Плежу Мэд 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 Утешевствую На выживание Польби Исполняю тут желания И вмиг Ощущаешь ты страдания Да Ты преодолеешь испытания Все по плану Даже если план Это хаос Ты прыгнул к границе Прошел сотни трасс Выхожу на трассу Ловлю дикий кайф Мэд Все по плану zien Мэд Ман Сла Тим Тим Мэд Тим Тим Мр Гол! 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 Первый гол! Грузии! Вау! Поверить не могу, вы только посмотрите на это! Это невероятно! Боже мой! За Грузию! За победу Грузии! Просто прекрасно! Просто невероятно! Интернет открылся! Португальцы наступают неосторожно, очень опасливо! Только посмотрите сколько людей! Сколько людей сейчас болеет просто в одном маленьком месте, в одном маленьком заведении! А это еще есть многоэтажки! Вся Грузия просто встала и болеет всем сердцем! Как и мы! Как и мы! Как и вы! Как и ты! Как и вы! Краптоний масок! всем привет ребят такие вот у нас виды сзади мы тут короче с коляна просим вас поддержать нас потому что у нас не осталось денег нам сложно совсем и не до кончилось осталось немножко картошечки у нас все промокло все сзади все сушится а нам еще назад забираться не хотелось конечно до такого отпускаться просить вас думали выдержим но как оказалось вы какие его дела хорошего вам дня короче всем привет за окном дождь мы готовим в палатке там херачит дождь просто писец у нас немного промокло мы стояли в луже короче такие дела как можно выживаем всем хорошего дня и настроения а мы будем дальше двигаться я надеюсь хорошо слышно только что прошел горзан сейчас слышим звук и это еще только мелочь некоторые проходят прям под нами на дна не верни и звук просто аж останавливают душу в риме 5 утра 26 июня на улице дождик с грозой все в палатке вот залет подзвездить постараемся запечатлеть момент взятмолнии с грозой Прямо конкретно, причем будет тоже идти весь день, палатка уже понемножечку начинает промокать, пропускать, надеемся выдержать. Она должна выдержать, а она должна выдержать, иначе я не знаю. Будем с дождевиками бегать по улице. Всем пока, как будет гроза, так сразу же запечатли, и постараюсь изменить этот очень громкий блок. Вот мой. Идем еще. 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 Продолжение следует... 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 Сакар Твело! И этому нет предела! Ребята, я не могу описать это словами! Это просто... Даже на набережной молодежь танцует! Сакар Твело! Здравствуйте! Извините, можно вопрос? Вы смотрели матч? Конечно! Как вам? Это было просто самое охеренное, что только может быть! Самый охеренный, братан, я за него болею с самого начала просмотра матча! Я не люблю футбол! А это мой краш! Спасибо большое! Да, действительно! Это самый замечательный клей для Грузии! Что сейчас происходит на улицах, это не передать слова! Каждый радуется победе! Все праздную, просто огонь! Такого настроения! Я уже обняли даже! Столько эмоций! Я в последнее время не испытывал! Можно считать, что поездка наша удалась! Да! Просто отвал! Мы просто получили багаж эмоций! Багаж эмоций! И все, что было до этого плохое в нашем трипе, все, что было негативное, оно все перечеркнуто! Потому что все! Такие эмоции больше ты нигде не получишь! Только в той стране, которая победила! Ребята! Все улицы бушуют! Вся Грузия ликует победе! Это просто нереально! Я сам ликую! Я сам ликую! И все! Я сам ликую! Я сам ликую! Я сам ликую! Я сам ликую! Саквар Твелу! Это просто отвал! Я сам ликую! И этому нет предела! Вся страна ликует И мы ликуем вместе с ней Саквартвелло Шлейф машин не успокаивается Даже дети радуют Бесконечная победа В Грузии Саквартвелло Вся Грузия ликует И мы вместе с ней Саквартвелло Саквартвелло У тебя, горы-то, все нервные Саквартвелло 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И скоро вы увидите этот ролик Мы надеемся на максимальную вашу поддержку Лайк, подписка, комментарий Также можно задонатить все ссылки в шапке В описании канала Всем хорошего дня! Мы продолжаем быть! Мы, короче, с Николаем взяли Чурчхелу Как тебе? Чурчхелу Вкусненько Вкусненько? Нравится? Да Вот такие вот дела Еще кучу Возле высоток Такие виды у нас Поехали! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прекрасная девушка, Хатуба. Она нам помогает с выездом. Николай, привет! Если у вас есть вопросы по турам, по перевозчикам в Грузии, мы приложим контакты. Можете с ней связываться. Она поможет. Отзывчивый, добрый человек. Жизнь... Ну вот мы и добрались в обратном пути до Владика. Да? Уставший как, не знаю кто. Продолжаем в сторону Чечни. У меня глаз дергается. Вот. А вот скинул такси. Вот такая вот арочка здесь. Владикавказ. Сам город. А нас еще на границе кинул таксист. И мы хотим тебе передать привет и сказать, что ты нехороший человек. Мы когда проходили таможню, грузинско-российскую, Грузию прошли нормально, Россия начала проверять. Почему-то казахов, киргизов проверяли. Вот. И нас тоже задержали. И где-то около полутора часа нас держали. Вот такие вот дела. Но мы двигаемся дальше. Не унываем. Короче, ребята, видите, сзади стоит мужчина. Он чеченец. И он, представляете, родом с Казахстана. И говорит, Казахстан это моя родина. Живет в Чечне. Родом он и получается фор Чевченко. И он спрашивает, что мы можем сделать, что я могу сделать для вас. И мы говорим, только помолиться. Он говорит, все, помолюсь. Мы с Николаем вообще культурно. Это второй раз я в этих местах, я в этих местах, я в этих местах, в этих местах, в этих местах, в этих местах, как можно быть, на сколько, добрыми, отзывчивыми и понимающими тебя. Отдавать последнее левому чуваку, блин. Которого вообще не знаешь. Просто вы не поверите, насколько. Ну-ка, что нас подвез парень, отдал две последние пачки сигарет, своих. Да. Мы, короче, мы не знаем, но с каждым разом наша любовь к этим местам, она все сильнее и сильнее, растет и растет. И Чечня, привет, еще раз. Мы снова здесь. Правда, теперь проездом, потому что у нас небольшое количество времени, чтобы добраться до до границы, потом добраться до дома. И мы надеемся, хотя бы, хоть как-то мы сможем скоротать это время с прекрасными людьми этих республик. Вот мы были сейчас, получается, в Северной Осетии и Республике. нас подвез очень замечательный парень. Спасибо тебе большое. Надеюсь, ты посмотришь это видео и узнаешь себя. Тебе огромное спасибо. Пусть всех благ твоей жене и тебе и вашему малышу. Ну, ну, а мы продолжаем путь дальше. За нами остался Хатсавюрт. Мы с Николаем прошли его. Большую часть прошли пешком. Часть проехали. Сейчас мы стоим за Хатсавюртом и едем в сторону Кизляра. Ну, и потом Астрахань. Встречай нас. Субтитры 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 Я иду вперед Для меня нет пути назад Бэттрип Моя жизнь Это мой клад Мэттрип Путешествие на выживание Бэттбит Исполняю тут желания И вмиг Ощущаешь ты страдания Да, ты преодолеешь испытания Мэттрип Бэттбит Путешествие на выживание Бэттбит Исполняю тут желания И вмиг Ощущаешь ты страдания Да, ты преодолеешь испытания Мэттрип Путешествие на выживание Исполняю тут желания И Ощущаешь ты страдания Да, ты преодолеешь испытания Всем привет, ребята. Мы находимся от Астрахани буквально там 30 километров и мы поставили лагерь В таком вот прекрасном месте здесь у нас идет озеро или река Здесь такие вот у нас поля Там правда прасса недалеко но ничего страшного Сейчас мы вам будем записывать небольшой видеоотчет о проделанном пути буквально за сутки мы проехали бешеной скоростью Еще вчера в обед мы были в Батуми сегодня уже в Астрахани и время получается 21.00 У меня видите какой красный глаз правый вот этот вот вот и ну сейчас все будет подробно и наглядно смотрите и будет весело Всем привет мы короче находимся недалеко от Астрахани буквально в 30 километрах может быть чуть-чуть меньше еще вчера мы были в Батуми в обед мы выехали и вот уже мы здесь проведем небольшие итоги расскажем что с нами произошло в дороге как мы были ошеломлены гостеприимством походу мы будем кушать арбузик нас угостили да нас сегодня угостили в Чечне недалеко от Чечни кажется на границе вот и арбузик довольно-таки неплохой вкусненький вокруг нас море комаров но мы побрызгались не должны нас кусать и так сегодня мы проехали почти тысячу километров даже больше тысячи километров проехали за эти сутки и мы довольно-таки были рады тому что мы проделали такой огромный путь потому что мы очень сильно хотим домой поставили цель добраться до второго числа до дома и надеемся что у нас это получится вот сегодня мы точнее вчера мы выехали и получилось так что на границе нас держали очень долго два часа и эти два часа мы ждали пока проверят наши паспорта там заполняли документы и всякую прочую фигню и мы и телефона телефоны проверяли допрос устраивали да допрос устраивали в итоге через два часа мы вышли получается с границы а наш таксист уехал кинул падла представляете с нашими вещами со всей фигней у нас на руках документы и мы не можем никуда короче двинуться еще пошел дождь в итоге нашелся человек мы нашли добрались слава богу забрали свои вещи как вы видите мы в палатке ничего у нас не пропало слава богу бог хранит оберегает нас вот и получается мы начали путь буквально прям бешеным темпом но короткими отрезками поменяли очень много машин за это время мы буквально там час стоим ловим машину через час подъезжает машина мы буквально там не знаю минут 20 едем выходим человек говорит могу до туда подкинуть мы садимся едем 20 минут потом опять часа полтора стоим опять машина опять там 10-15-20 минут едем и вот так мы наверное машин 10 поменяли за всю дорогу в итоге короче нас угостили арбузом по дороге спасибо вам большое пусть Аллах хранит вас потом попался парнишка такой молодой 2004 года такой простой не сказать что на понтах обычный парень ничего такого пафосного на тростенькой машине на ладе сели с ним едем разговорились я еду в Астрахань он такой окей давай с тобой он такой дай без проблем только говорит надо будет заехать до дому давай расскажи ты да он сказал нужно будет заехать в село недалеко от Астрахани как раз мы там подождем часик буквально он что-то там кому-то отвезет и вернется обратно и мы обратно видимся в Астрахани уже то есть мы приехали домой открыл дверь запустил наш ну пускать нас в дом внутрь постеснялись и конечно он говорит заходите домой там хотите спите там душ принимаете так единственное говорит туалет на улице мы такие да не не проблема ты нам дай розетку мы зарядим наши пауэрбанки пока ты гуляешь а сами посидим на улице и он такой да без проблем потом он двинулся минут через сорок где-то да он получается приехал минут через сорок кстати никого не было вообще да и это самое удивительное да незнакомых человек незнакомых людей оставил себя дома а непонятно кого где короче так и эти люди находились там да и мы такие я сижу и думаю блин как так можно но в итоге мы находимся здесь расскажи свои впечатления я второй раз уже получается посещаем вот Кавказ Южную Осетию Северную Осетию Чечню Дагестан и второй раз больше и больше поражаюсь насколько люди добры отзывчивые они готовы отдать последнее чтобы просто помочь облегчить нам путь так сказать многие просто подходили спрашивали вам может что-нибудь помочь что-нибудь купить дать взять мы отказывались конечно чаще всего в основном просили просто воды и воды также предлагали допустим идем по улице там может что какое-нибудь ребят может вам воду налить и конечно давайте набрали воды пошли дальше потом встретили хлебобулочную машину ну хлеборазводскую нас взяли угостили лепешкой просто так я подхожу спрашиваю сколько стоит лепешка он говорит 35 рублей а до этого нас получается во Владикавказе мужик мы сели в машину таксист мы сели в машину и у него на заднем сиденье Николай нашел 50 рублей он такой протягивает мне я даю говорю вот у вас на заднем сиденье он такой посмотрел вам нужнее держите я такой че как так блин 50 рублей братан ну как бы твои деньги держи вы такие в шоке ладно и эти 50 рублей у нас были и мы короче приехали получается идем город был в Хасавюрте в Хасавюрте идем и стоит вот эта вот развозка получается хлеба я спрашиваю почему лепешка он говорит 35 рублей я ему даю вот так полтинник он говорит нет братан не надо это тебе подарок сегодня жима мбара говорит я тебе так дает я тебе арбуз также сказали сегодня пятница я такой блин как так и вот на протяжении всего пути вот мы видим когда люди отзывчивые просто так почему в нашей стране не так вы пока подумайте а то там едет какая-то машина а мы будем кушать и наверное будем спать ложиться потому что нам завтра буквально весь путь каждой машине там все отрубились одна минута проехали отрубились очень трудно сдерживаться чтобы не заснуть в итоге короче мы проспали в общей сложности никого часа два я не знаю часа три-четыре максимум потому что у меня все уже вырубало я не могу больше терпеть и меня просто вырубало на месте кстати если мы завтра не выйдем в эфир то скорее всего нас ожидали комары нет не комары здесь муравьи муравьи и мошки и комары короче кусают пожесть всем хорошего дня peace one love вот здесь был наш лагерь утром просыпаемся а здесь вот такое вот смотрите сколько машин приехало там даже флаги есть это короче произошло потому что первого числа будет праздник в день памяти погибших чеченских воин по-моему вот и сегодня ребята приехали порыбачить так сказать отдать тане там видно можно и флаги увидеть с этой стороны и с той стороны тоже стоят все как мы говорили вот возле моста вот так вот мы остановились колян что скажешь кровать хочу всем привет ребята вот снова с марком ядер николя сзади не могут они со мной распрощаться не могут да нам нравится астрахань остается все у тебя жить да оставай как там на счет кубийский за ваши деньги любой а мы без денег а мы без денег тогда нет капризов понятно вот мы марк нас подкидывает до кривой яр красный яр можно кривой яр тоже до красного яра докидывает вот и мы едем дальше в Казахстан николя ты рад он очень рад скоро будем тогда главное на фуне забить перед границей по-любому мы будем искать легковушку всем хорошего дня мы с николаем будем сейчас посту называется понтон ой никто из казахов не хочет останавливаться брать нас вот но нам человек задонатил получается 350 рублей казах парень спасибо тебе большое если ты нас увидишь ну а мы продолжаем путь дальше короче переехали с границу с Николаем и наши казахи Максат Джанебек Максат Джанебек нас встретили до Астрахани осталось ой до Атрава осталось совсем немного родные края в Казахстане тоже много героев вот мы в Атрава короче с Николаем приехали в гости к нашему подписчику Ерзато самому крупному донатеру нашему нашему коллеге по совместительству да принести ему подарочки да извините спасибо тебе большое брат что нас выручил не дал нам умереть с голоду да Николай да давайте всем хорошего вечера my trip this is my life вся наша жизнь это drive my trip this is my life my trip this is my life my trip my trip my trip то т Продолжение следует...